Валерий Бондаренко С Ким Кедуком произошла очень любопытная история. Он вообще-то парень без образования, был сельскохозяйственным рабочим, однажды приехал погостить в Париж, зашел в Парижскую синематеку и пропал. Заболел. Больше всего на свете захотел снимать кино. И с тех пор пошло. Первая знаменитая картина Ким Кедука была «Остров», и на том же Венецианском фестивале она произвела фурор. Половина зрительного зала была в восторге от этой изысканной, визуально насыщенной кинопритчи. Зато второй казалось, что эта картина грешит совершенно ничем не оправданной жестокостью. В какой-то очень короткий промежуток времени Ким Кедук, который снимал по две, по три картины в год, стал не просто одним из самых знаменитых режиссеров мира, он стал, что почти невероятно, любимцем определенной части российской публики. Такого в истории восприятия кинематографа в России не было никогда. Но он стал культовой фигурой. Когда появился его фильм «Весна, лето, осень, зима и снова весна», это был самый пик. В Ким Кедука были влюблены, конечно, в основном девушки. И вот дальше, дальше началась история очень странная, потому что ровно настолько, насколько Ким Кедук быстро поднимался не просто по лестнице успеха и какого-то кинематографического статуса, а действительно, снимая довольно интересные картины, он вдруг начал падать. Он по-прежнему снимал по две-три картины в год, но фильмы становились все хуже. И он дошел до той, в общем, страшной для любого художника точки, когда его фильмы стали не просто плохие, а очень плохие. Фамилия и имя Ким Кедука стали нарицательными. То есть, когда теперь говорили, вы знаете, это похоже на фильм Ким Кедука. Это означало, что это не просто плохое кино, это чудовищно плохое кино. И вот Ким Кедук возвращается. Сначала он снял картину о себе, она называется «Ареран». На экране Ким Кедук, который мучится творческим кризисом. Предельно исповедальная картина или, можно сказать, предельно натужная игра в исповедальность. Уж кому как нравится. Эта картина получила приз Каннского фестиваля, программа «Особый взгляд». И вот теперь пьета. И крики на весь мир. Ким Кедук вернулся. Вернулся большой режиссер. Действительно, Ким Кедук снял весьма жесткую картину, приблизительно в духе своих ранних кинтографических опусов. Это история о парне, который работает человеком, который собирает долги. И, соответственно, собирая долги у людей, у которых денег нет, он их избивает. И однажды появляется женщина, красивая женщина. Женщина говорит о том, что она его мать, которая его когда-то бросила. Стоит на коленях, просит прощения и проходит целый ряд жесточайших инициаций для того, чтобы доказать ему «Я твоя мать». Конечно, у зрителя, который видел какие-то еще другие фильмы, кроме фильма пьета, тут же закрадывается подозрение. Наверное, это картина о мести. Наверное, эта женщина притворяется матерью главного героя, и нас ждет история возмездия. Не просто возмездия, а страшного возмездия. Так и случается. Но, что удивительно, к фильму можно предъявлять большое количество претензий, он не безупречен. Но это картина с определенной энергией, и, надо сказать, картина возмездия представлена весьма и весьма впечатляющей. И вот возвращение Ким Кедуко в кинематограф, после того, как он достиг крайней точки падения, наверное, является самым интересным явлением. Одним из самых интересных явлений кинтографической осени. Хотелось бы поговорить о том, почему, кроме двух режиссеров, один – это японец Такеша Китана, а второй – это южнокорейский Ким Кедук, о котором мы ведем речь, кино Юго-Восточной Азии, которое с 1885 года, с момента появления Красного Гаоляна, китайца Джанна Имоу считается едва ли не лучшим в мире, и национальная кинематография этих стран все время прогрессирует. Сначала это был Китай, потом это была Южная Корея, потом появился Таиланд. Все новые и новые страны региона, я уж не говорю про Японию, которая традиционно очень сильная держава, становится авангардом современного кино. Но в России-то мне хотят верить. И в Самаре, и в других городах на просмотрах фильмов из Юго-Восточной Азии пустые или полупустые залы. Вопрос. Мы не хотим верить в то, что в Юго-Восточной Азии снимается кино высокого класса? Почему мы не смотрим кинематограф, который на сегодняшний день опережает, наверное, во многом и французский, и британский, и уж тем более немецкий? Не сильно, но опережает. Вы знаете, однажды был очень любопытный разговор. Я беседовал с двумя весьма умными людьми, которые реагировали на мои рассказы о том, какие прекрасные фильмы есть в Китае или Южной Корее, примерно так. Да что ты говоришь, говорили они мне. То есть вот они вот эти вот подросли, выучили букварь и научились снимать кино. Меня это поразило. Как будто бы речь шла о каком-то забытом, потерянном богом племени, а не о культурах, которые на тысячи насчитывают тысячелетия. Мне кажется, что здесь речь идет о каком-то очень странном, не просто невнимании к чужому, другому взгляду на мир и на кинематограф, а в каком-то странном чувстве превосходства. Мы считаем, что мы интереснее и умнее, чем кинематографисты Юго-Восточной Азии. Надо заметить, что российский кинематограф, конечно, каждый год удивляет нас двумя-тремя яркими картинами, но такого созвездия авторов, как Юго-Восточная Азия, у нас нет. Недавно смотрел передачу, где известный актер говорил о том, как его ловят на улице и тащат фотографироваться. Когда он отказывается, ему говорят, это я тебя попросил. И вот это я попросил, вот это я, которое выше известного актера, выше национальных культур, выше всего кинематографа Юго-Восточной Азии, я думаю, делает нас столь ленивыми и нелюбопытными. Хотя к экономическим успехам этих стран, я имею в виду и Китай, и Южную Корею, и Сингапур, и так далее, мы уже привыкли, мы шутим о том, что, не дай бог, конечно, но вдруг мы станем одной из провинций Китая. Но поверить в то, что в художественном отношении картины из стран Юго-Восточной Азии столь хороши, мы по-прежнему не можем. Это была программа Киногид и ее ведущий Валерий Бондаренко. Всего вам доброго. Продолжение следует...